Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугенфорум» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Темы злободневные и важные в целом для города и для каждого человека. На заседании Брестского городского исполнительного комитета рассматривались вопросы общественной безопасности и дисциплины. А также члены исполкома вели предметный разговор о строительстве жилья в областном центре. Каждая крошка в ладошку. Добрая акция от предприятия с вековой историей, от предприятия с уникальными традициями и не менее уникальными технологиями «Берестейский пекарь». В этой службе не это не должно быть мелочи, ведь зачастую именно от профессиональной и качественной работы этих самоотверженных людей зависит самая ценная человеческая жизнь. Спасатели пожарные отмечают профессиональный праздник – День пожарной службы Республики Беларусь. Карнавал и первый молочный фестиваль облака свежего молока, выставки, читающие бульвары, велопараты, автотуры, известные артисты и певцы и еще много-много интересного. «Берестей-2016» приглашает на свой день рождения брещан и гостей города. Об этих и других событиях прямо сейчас. Одно из основных направлений государственной политики Беларуси – обеспечение безопасной жизнедеятельности и здоровья граждан. От человеческого ресурса напрямую зависят благополучие, настоящее и будущее каждой нации. Это основные положения директивы президента номер один о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. И именно этот вопрос рассмотрели на июльском заседании Брестского городского исполнительного комитета. Не менее важна и вторая тема. Члены исполкома вели предметный разговор о строительстве в областном центре. Если быть более точными, о вводе в эксплуатацию жилых домов. Согласно годовому заданию облсполкома, в 2016 году в Бресте необходимо построить свыше 184 тысяч квадратных метров жилых помещений. В первом полугодии – 82 тысячи. В первом материале выпуска подробности заседания. Директива президента номер один о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины нацелена на сохранение жизни и здоровья людей. А потому она касается всех представителей власти. Открывая заседание, председатель Брестского городсполкома Александр Рогачук подчеркнул, что важно услышать о динамике исполнения директивы по всем составляющим. В обсуждении участвовали службы ГУЧС и силовых ведомств, активно подключились к разговору представителей Гостехнадзора и ЖКХ. Ситуацию в целом в этом вопросе в городе Бресте можно считать стабильной. Повышенное внимание к данной директиве и принимаемые меры по обеспечению общественного порядка, безопасности, в ходе проведения массовых мероприятий в местах массового скопления людей, позволили не допустить беспорядков в случаях экстремизма и терроризма, обеспечить в городе стабильную обстановку. Это выражается в снижении дорожно-транспортных происшествий, гибели людей на производстве пожарных и так далее. За такой стабильностью стоит огромный труд работников всех ведомств. Следует отметить, что каждый участвующий в разговоре, а он был действительно конструктивным, говорил не о том, что сделано, а о болевых точках. Городской отдел по чрезвычайным ситуациям об установке пожарных извещателей. Их пока недостаточно. Один вопрос, Александр Сергеевич, незакрытый. Это закупка и установка автономных пожарных извещателей для установки их в социальной категории граждан. Я вам гарантирую, что мы проплатим 1200 пожарных извещателей. Отраден тот факт, что в этом году снизилось количество утонувших. Практически ушли случаи производственного травматизма. Александр Рогачук отметил слаженность в работе госавтоинспекции, что также принесло положительные результаты. Уменьшилось количество происшествий на дорогах. Но тревогу у мэра города вызывает состояние лифтов. Отслуживших сроки эксплуатации в этом вопросе есть опасения и у госпромнадзора. В год есть возможность заменить только 8-10 лифтов. Таким образом у нас идет, я скажу честно, очень серьезная дельта между естественным старением и темпами переоснащения. Что на ваш взгляд, я ведь прекрасно понимаю тот резонанс, который уже был. И возможен, если мы начнем их отключать по вашим предписаниям, по естественным факторам износа, выхода из строя и так далее. Что мы можем в этой ситуации сделать? Хочется пожать плечами. Надо отметить, что Брест-Лифт в принципе обеспечивает безопасность эксплуатации. У нас лифты работают уже по два срока. При наличии запчастей специалисты Брест-Лифта. Значит, Юрий Федорович, вы правильно, это ваша реакция, здесь надо пожать плечами. Но, Якубовский, нам надо с вами встретиться с Брест-Лифтом, вот с заинтересованными, и с коммунальниками прежде. У нас тысяча домов ЖРЭУ, 500 домов ЖСК, вот, и куча проблем, которые будут с годами появляться. Они уже появляются. Нам надо четко вырабатывать какую-то программу. В материалах Пятого Всебелорусского собрания отдельной строкой записано. Заменить в этой пятилетке 13 тысяч лифтов по Республике Беларусь. Поэтому будет обязательно отдельная программа, будут финансирования под эти мероприятия. Я думаю, что оно будет... Хорошо, потому что это большая проблема. Никаких раскачек, никаких отговорок. Директива президента номер один о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины должна выполняться безоговорочно. Система спокойствия в городе – это система динамического равновесия, понимаете. Есть много людей и моментов, которые можно спровоцировать так, что потом получишь. И думаешь, господин, а как это так? Вы понимаете. Поэтому здесь задействованы и заинтересованы масса субъектов профилактики. И власть должна быть властью. Управлять процессами надо жестко. Второй вопрос – строительство. Те же подходы к рассмотрению. Четкость, краткость. Разговор по существу. Тема важная, следует отметить. Что Брест был и остается лидером в стране по вводу в строй жилья. Есть хорошие наработки, есть и свои традиции. А потому удается выполнять и перевыполнять поставленные задачи. То, что есть хорошие наработанные традиции по вводу жилья, и мы, в принципе, лидеры по областным центрам в Республике Беларусь по вводу жилья, здесь все у нас налажено. Но с учетом сокращения, или точнее с учетом изменения структуры, инвестиционной структуры в жилье, мы должны четко, оперативно реагировать на вот эту меняющуюся финансовую конъюнктуру. Я имею в виду то, что у нас объективно будет, скорее всего, сокращаться госзаказ. Ну, скорее всего, это говорю с оговорками. И, соответственно, инвестиционное строительство, сегмент инвестиционного строительства будет увеличиваться в нашем городе. Как я предполагаю, я вижу эту тенденцию. В этом году в Бресте необходимо построить более 184 тысяч квадратных метров жилых помещений, в том числе 82 тысячи в первом полугодии. Выполнено 58,6%. В текущем году в Браке предусмотрено вводную эксплуатацию 25,2% жилых домов, что на 3 домов больше, чем в 2015 году. При этом строительство домов с господдержкой уменьшилось в два раза, с 12 до 6 домов. Объем года долевых домов вырос с 10 до 19 домов. Фактически за счет всех источников финансирования в первом полугодии 2016 года введено эксплуатацию 108 тысяч квадратных метров жилых помещений и 58,6% от годового задания. В том числе 64,3 тысяч квадратных метров на квартиры жилых домов и 43,8 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов. В текущем году планируется построить 25 многоквартирных жилых домов, что на 3 дома больше, чем в 2015 году. При этом строительство домов с господдержкой уменьшилось в два раза, с 12 до 6, а объем ввода долевых домов вырос с 10 до 19. Сегодня уже полностью застроен новый юго-западный микрорайон. Активно осваивается жилая застройка на юго-востоке города. Новый микрорайон рассчитан примерно на 30 многоквартирных домов с долевым участием граждан и призван обеспечить жильем порядка 11 тысяч человек. На первый план выходят качества, своевременность ввода объектов в строй, наличие инфраструктуры, все инфраструктуры соответствующие и так далее. И сроки ввода, прежде всего, инвестиционных этих наших строительных объектов. В этом году у нас запланировано уже ввести в эксплуатацию 4 дома. 2 дома по 120 квартир и 2 дома по 90 квартир. Из них один дом, 90 квартир и 120 квартир заказчиком является УКС городской, а два дома являются заказчиком Брыжевской. Ну, они буквально, вы видели, они расположены в одном месте, поэтому первый дом в августе месяце уже будет приниматься в эксплуатацию. Заказчиком по этому дому мы являемся УКС. Согласно проекту и планам, в этом году уже будут сданы в эксплуатацию 4 дома. Один в августе, второй в сентябре, еще два в последующих месяцах. Одновременно начнется осуществление пилотного проекта предприятия «Брежжилстрой» по возведению 16-этажных домов вдоль грибного канала. К ним особый подход в проектировании и строительстве, поскольку эти высотки будут формировать так называемую первую линию района. Их архитектура будет выразительной и отличаться от других многоэтажек. Кроме этого, в новой жилой застройке идет подготовка к строительству китайских домов. Китайцы, да, выделяют безвозмездную помощь для того, чтобы в республике построили всего 16 домов. Это первый этап. 16 домов для категории граждан, которые имеют право на получение социального жилья. В августе месяце начнут строить два дома в Бресте. Один дом в юго-западном микрорайоне номер 2, там площадка, и один дом вот в этом новом микрорайоне, то же самое, 80 квартир. Ну, надеемся, что все будет сложиться и в этом году начнут строить. В планах полностью возвести Юго-Восток-4 до тысячелетия областного центра. В этом году более половины от общего объема уже введенного жилья построено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них почти 22 тысячи квадратных метров для многодетных семей. Всего в 2016 году в Бресте за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию около 207 тысяч квадратных метров многоквартирного и индивидуального жилья. Задачи сложные, но выполнимые. Нужно только разумно подходить к решению любого вопроса, подчеркнул мэр города Александр Рокачук. Лариса Осмолович, Виктория Дрогобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Каждая крошка в ладошку. Это название благотворительной акции, организатор которой открыто акционерное общество «Берестейский пекарь». Внимательные брещане наверняка уже заметили на упаковках некоторых видов продукции, выпускаемые на данном предприятии, необычные наклейки. На последних изображен хлеб и напечатано название инициативы. Часть средств, полученных от реализации хлебобулочных изделий с такими стикерами, будет перечислена на благотворительные цели. С момента объявления акции уже прошло больше полутора месяцев, и наша съемочная группа решила узнать о ее промежуточных результатах. Рассказал о них генеральный директор «Берестейского пекаря» Леонид Брич. Подробности в материале Анастасии Стропко. Стикеры с надписью «Каждая крошка в ладошку» появляются на продукции «Берестейского пекаря» в момент упаковки. В акции, которая стартовала 1 июня и закончится 31 августа, участвуют семь наименований, выпускаемых на предприятиях хлебобулочных изделий. Родоначальник данной инициативы – барановический филиал пекаря. В настоящее время благотворительная акция проходит в Бресте. Ее проведение предусмотрено в торговых сетях «Евроторг», «Табакинвест», «Продтовары» и «Санта Ритейл». Сегодня уже можно говорить о первых промежуточных результатах. Мы по итогам первого месяца перечисляем деньги в вспомогательную школу города Бреста, а школа на эти деньги будет приобретать специализированное оборудование для детей с физическими отклонениями. В связи с тем, что предприятие находится на территории Ленинского района, мы решили разделить. Июньские и июльские средства, полученные от реализации хлебобулочных изделий в ходе этой акции, мы будем перечислять Ленинскому району и идут для детей Ленинского района. А аустовские средства, которые мы получим от проведения этой акции, мы будем перечислять Московскому району. Специалисты пекаря обратили внимание, продукцию со стикерами покупают охотно. И это неудивительно. Брещане, как правило, поддерживают благотворительные инициативы и рады, что подобные акции проводят наши предприятия. Это разумная инициатива, это надо. Именно, чтобы шло это от трудовых коллективов, от производственников. Люди будут посещать, покупать. Это по силам, наверное, покупателям, если там какая-то копеечка пойдет на пользу кому-то. Действительно, по крошечке можно собраться. Да, да. Я думаю, что это не будет тяжким временем, так сказать, для покупателей, даже для пенсионера. Я считаю, что это вполне нормальное явление. Сейчас, как говорится, во всем мире проводятся такие разные благотворительные акции. А думаю, что крошка не повредит никому из покупателей. Сейчас, наверное, непростое время, можно бы сказать, или еще что-то такое. Кто-то живет лучше, кто-то живет хуже. Есть люди, которым действительно нужно помочь или еще что-то такое. Не всем, но нужно помочь. Я считаю, что именно большие такие, они должны быть впереди, что ли, быть помощниками этим людям. Стоит отметить, акция не первый и не единственный проект берестейского пекаря с социальной направленностью. Хлеб, к слову, уже сам по себе является социальным продуктом. Но предприятие также регулярно оказывает помощь людям нуждающимся. Проводят специальные мероприятия в канун государственных или религиозных праздников. Безусловно, возможной такая деятельность становится тогда, когда тот, кто является ее инициатором, сам уверенно держится на плаву. Берестейский пекарь – ведущее предприятие области по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. В его штате более 2200 человек. В структуру входит 7 филиалов на территории Брещины и главной офис в городе над Бугом. Ассортиментный перечень выпускаемой продукции без преувеличения огромен. Более семи сотен наименований. По итогам первого полугодия 2016-го чистые прибыли получены немногим менее 29 миллиардов рублей в день в знаках старого образца. Рентабельность – 11,1%, а темп роста экспорта к уровню прошлого года – 125,5%. За этими цифрами стоят люди, которые сегодня все это сделали. За счет чего все это сделано? За счет того, что регулярно мы реагируем на те замечания, которые происходят со стороны покупателей. Может быть, не совсем где-то удовлетворяем потребности, мы стараемся реагировать для того, чтобы их удовлетворить. Конечно, в условиях конкуренции и реальной конкуренции, как со стороны производителей хлебобулочных изделий, потребкооперации, частных производителей, торговых сетей сложно работать. Но как бы там ни было, вот эта конкуренция и поджимает тому, чтобы и наши специалисты не дремали. То, что специалисты предприятия не дремлют, идут в ногу со временем и выполняют свою работу на высоком уровне, подтверждают потребители, которые, как известно, голосуют кошельком. Мне очень нравится наша продукция, нашего Брестского, вот именно Брестейский пекарь, очень хорошая продукция. Во-первых, она всегда свежая, ну и добросовестно, мне кажется, относится. Мне, например, здесь больше нравится, чем честная. Вы знаете, я все люблю, поэтому, нет, серьезно, ну как, чаще хлеб, естественно, ну выпечку тоже, если вот кексы мне нравятся, вот, печенье, сухарики, ну такой сушки. Приходим каждый день, покупаем хлеб, покупаем мороженое, пряники, бисквиты. Чаще всего я покупаю батон половинку черного, могу купить пряники, может какое-нибудь печенье, мне все устраивает. Очень нравится, ну здесь, как бы, очень вкусно готовят, и цены, ну не совсем высокие. Ну вот нам нравится, постоянно сюда ходим. Что чаще всего покупаете? Пирожные. Тебе нравятся пирожные здесь? Да. А какие больше всего любишь? Эти. Заслужить любовь и уважение непросто, еще сложнее их удержать, но предприятию, которое имеет за плечами почти век успешного функционирования, очевидно, это по плечу. Во многом благодаря тому, что здесь не привыкли почивать на лаврах, и руководство, и работники находятся в постоянном поиске новых форм и методов работы, разрабатывают новые продукты. Не так давно пекарь начал выпускать замороженные хлебобулочные изделия, за которыми, как считают специалисты, будущее. Тема производства замороженных хлебобулочных изделий, она очень современная и она перспективная, потому что если смотреть сегодня на Запад, и в первую очередь, может быть, ну, на страны такие западно-высокоразвитые, тоже Германию, до 70-80% реализации хлебобулочных изделий у них происходит в замороженном виде. И еще несколько слов о новинках. В текущем году в магазинах появился хлеб с красивым названием «Кутузовский». Его готовят из 100% ржаной муки и ржаного солода. Хлеб богат витаминами и является поставщиком ценной для организма человека клетчатки. Чисто ржаной хлеб содержит такие витамины, как В1, В2, содержит витамин Е, это мощнейший антиоксидант, это витамин молодости и красоты, содержит также бета-каротин, который укрепляет иммунитет. И в ржаном хлебе содержится очень много клетчатки. Забота о здоровье потребителей – один из основных принципов работы предприятия. Здесь стремятся создать не просто красивый или вкусный продукт, в приоритете – польза. Это сложно, но выполнимо. Предприятие имеет давние традиции хлебопечения, основанное на старинных белорусских рецептах и подкрепленные новейшими технологиями и современным оборудованием. А главное – к делу берестельский пекарь подходит с добром. И это приносит результат. Анастасия Стробко, Юрий Киндин, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Как организована работа общественного транспорта в городе? Во сколько начинается день водителя и какой проверке подвергается автобус, прежде чем выйти на маршрутную линию? Этими актуальными вопросами заинтересовалась наш корреспондент Виктория Драгобецкая. Ведь ежедневно на общественном транспорте совершают поездки тысячи брещан на работу и с работы – в гости, на дачу или в деревню. Садясь в автобус, пассажир ожидает, что его доставят в нужный пункт назначения быстро, комфортно и безопасно. Что для этого делают в Брестском автобусном парке, узнаем из нашего следующего сюжета. Рабочий день водителя автобуса начинается, можно сказать, с первыми петухами в 4 часа 42 минуты. Но перед тем, как сесть за руль, шофер сначала получает в диспетчерской путевой лист, затем проходит медицинское обследование и только потом отправляется к механику. Задача которого – подготовить автобус перед выходом на линию. Внешний вид – транспортное и санитарное состояние салона, работа световой сигнализации, тормозных систем и рулевого управления. И это лишь вершина айсберга, признается Виктор Ермашук, механик с 35-летним стажем. Система проверки общественного транспорта перед выездом – процедура обязательная и сегодня налажена до автоматизма. Была нехватка автобуса на линии, но это несколько лет назад. Сейчас у нас все как бы в хорошем состоянии, утром не бывает такое, чтобы нас не хватало автобуса практически. Вся линия закрыта, еще есть резервные машины, находятся в парке. Ждут в случае поломки замены автобуса. Перед выездом на линию утром проводится, но основная проверка производится на съезде. Это где-то с 23 часов до 2 часов ночи. Когда механик проверяет и не находит неисправности, тогда дается решение на выезд машины на линию. Делается отметка в путевом листе, водитель может выехать на линию. Если же в момент проверки находится какая-то неисправность, значит машина останавливается, эксплуатация запрещена. Поэтому этой машине механик оформляет заявку на ремонт и машина убывает для производства ремонта. Все эти действия во имя безопасности пассажиров – это первостепенная задача. К слову, 50% водителей в Брестском автобусном парке – водители первого класса, которые, сдавая теоретический экзамен при поступлении на работу, продолжают оттачивать свои знания в специальном классе по безопасности дорожного движения. Требования к ним высокие. Чтобы перевозить детей, водитель за три года работы не должен иметь ни одного нарушения. В свою очередь и транспорт также должен соответствовать запросам. Наездив определенное количество километров, автобус, даже если с первого взгляда технически исправен, отправляется на станцию технического обслуживания. Все вместе взятое практически исключает внезапные поломки и аварии на дорогах. В данный момент у нас проходит подготовка к зимнему периоду обслуживания. То есть обслуживание системы охлаждения. Что включает в себя подготовка? Она включает в себя проверку системы охлаждения, системы отопления, всех патрубков, работы отопителей на зимний период. За полгода этих мы не выполнили 354 рейса. Для сравнения, по сравнению с прошлым годом, в прошлом году 974 рейса сорвано было. То есть динамика налицо, состояние машин то же самое, не вызывает сомнений на данный момент. Практически нет перепробегов от того до того. То есть коллектив старается, коллектив делает свою работу. Немалую роль в работе общественного транспорта играют диспетчеры. Специалисты, которые корректируют работу автобусов, отправляют на линию резервную машину в случае необходимости. Словом, делают все возможное для недопущения срывов рейса. Им в помощь еще одни бойцы невидимого фронта. Слесари по ремонту. Кстати, недавно для их работы был выделен специальный цех. Сегодня в новом помещении ремонтируют коробки передач и двигатели автомобилей. Раньше из-за отсутствия должных условий такой практики не было. Цех это ремонтировали, документацию закупили, все такое оборудование, что сами сделали. Потихоньку начинаем своими силами все это делать, ремонтировать. Однако, от его величества случая никто не застрахован. Речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, которые, вопреки всем предосторожностям, имеют место быть. Дорожно-транспортные происшествия были, есть и будут. Важно, в каких количествах, насколько минимизировать мы можем этот момент. У нас создана система предупреждения ДТП. Постоянно проводятся занятия с водителями. Начиная с самого начала приема водителя на работу, он еще не является водителем, он уже проходит и экзамен по сдаче знаний правил дорожного движения. И в ходе уже работы постоянно с ними совершенствуется система обучения. Конечно, огромная работа, которая стоит за пуском одного автобуса на линию, дает свои положительные результаты, которые жители города успели заметить и прочувствовать на себе. Они точно ходят уже сейчас. Не так, как раньше. Сейчас поточнее все. По крайней мере, там, где я живу, то все по расписанию приезжает. А вот качество перевозок в самом автобусе? Нормально. Я слежу за транспортом в приложении, так что я примерно ориентируюсь, когда оно будет. А так расписание я не знаю. Вот о приложении новое, да, вот как вы считаете, насколько оно полезно? Очень полезно. Мне оно очень нравится. Новый сервис призван улучшить качество работы общественного транспорта. С его введением пассажирам стало легче планировать свое время и поездки. Уже совсем скоро в системе маршрутов следования появятся и троллейбусы, что сделает движение городского транспорта прозрачным. Приложение Яндекс.Транспорт.Сервис, который еще раз показал, качеству перевозок в нашем городе уделяется большое внимание. Виктория Драгобецкая, Юрий Киндин, Дмитрий Лазачук. Специально для итоговой программы. О том, что по ту сторону огня, опасного, самого невероятного по степени риска, знают только спасатели МЧС. О доблестных подвигах представителей службы дня и ночи мы регулярно рассказываем в эфирах нашего телеканала. Как понять специфику их работы, не побывав на пожаре, не увидев собственными глазами, как они преодолевают сложности, борются за жизни других людей. Наш корреспондент София Бережная расскажет о том, что, как правило, остается за кадром. К вашему вниманию история одного спасения. Вступая в неравную схватку с опасностью, эмоции уходят на второй план. Что стоит за эффектным финалом, известно лишь им. Чего стоит риск ради жизни, какой высокой может оказаться цена одного мгновения. Вряд ли кому-то удастся представить, кроме людей экстремальной профессии. Самые непредсказуемые задачи и самые невероятные исходы. Таковы будни брестских спасателей. Возгорание в одном из девятиэтажных жилых домов города потребовало подключение сил сразу трех подразделений аварийно-спасательной службы. Из окон второго этажа пробивалось пламя. Виновника пожара с алкогольной интоксикацией спасли строители, производившие ремонт здания. Думать времени особо не было, потому что слишком быстро все разгоралось. Под угрозой оказались жизни других жильцов. К приезду спасателей ситуация уже была близка к критической. В квартире лопнуло стекло, пламя быстрыми темпами стало распространяться по коридору. Брестские МЧСовцы эвакуировали из дома 20 человек, в том числе двоих детей. Иван Гимбийский, начальник смены пожарной аварийно-спасательной части номер 3, Брестского городского отдела ПЧС, хорошо запомнил этот случай. И хотя в личной практике подобных выездов было несчетное количество, детально помнит пример, когда простая человеческая беспечность привела к беде. В общем, сообщение было такое, что горит квартира или комната в общежитии. Проследовали вдоль общежития, проезжая именно горячую квартиру, но никаких признаков горения не было видно. Дым шел с противоположной стороны, с другого крыла здания. Проводили разведку, проникли внутрь, долго искали очаг возгорания, очень плотное задымление было, высокая температура. Этот случай стал одним из первых в практике молодого спасателя Максима Богдана. Опытные старшие товарищи помогли не растеряться. Сложенность действия в их работе – половина успеха. Прыгнули в машину, как сейчас помню, мы ехали 131-м ЗИЛом. Это одна из лучших наших машин. Я еще год не отработал, ну, такой самый молодой боец. И старшие товарищи подсказывают, что так, вот здесь и надо это взять, это здесь. Ну, по пожарной технике, что где лежит, напоминают. Из незадумляемой лестничной клетки уже идет дым. Старший водитель уже лестницу разложил. Получается, когда мы включались в аппараты, железница была разложена, взяли вооружение, все. Нашему звену был отдан приказ проложить линию магистральную и ствол подать на тушение. Мы поднялись наверх, было очень много квартир, получается, со всех сторон. Общежитие, одна из сложностей было пожара, то, что много было квартир. Мы пока вели разведку, надо было вскрыть порядка восьми квартир. Огонь был остановлен. Квартира обрещанина выиграла полностью. Пожар привел к повреждению входных дверей на площадке и стен коридора многоэтажного дома. Пострадавших, к счастью, не оказалось. И это лишь история одного спасения, показательная. Те, кто выбрал по-настоящему мужскую профессию, не умеют пасовать перед сложностями, какими бы они ни были. Принимаешь сообщения, заранее прорабатываешь весь план действий. Мы уже едем, знаем, к чему готовы. Информация поступает постоянно, идет радиообмен, уточняем в пути следования. Разведка идет уже с момента выеха. Многие данные нам уже известны. Главное найти, главное найти очаг пожара, и главное, чтобы там никого из людей не было. Сегодня мало что напоминает о пожаре в жилом доме. Однако задумался ли беспечный квартиросъемщик о том, что финал той самой истории мог оказаться куда более плачевным и необратимым. Вопрос открытый. А потому спасатели всегда на чеку. По части предупреждения и ликвидации ЧАЭС они всегда первые. У нас такого не может быть, что мы вдруг не получится. У нас мы всегда в любой ситуации должны оказать помощь. Независимо от того, какая это помощь будет психологической, силой. И любая помощь нашими работниками практически возможно. Осуществлю гордость за выбранную профессию. Нет такого сожаления, что все можно бросить и уйти. С начала года Брестские спасатели осуществили более двух тысяч выездов. Работники городского отдела ПЧС проявили себя в чрезвычайных ситуациях разного характера. Опережая события, в нашем случае грядущий профессиональный праздник МЧСовцев. День пожарной службы. Обращаясь к работникам Брестского городдела. Хочется выразить слова признательности за труд каждому спасателю. Мы называем их героями нашего времени. Сами же работники службы дня и ночи не привыкли говорить слух о своих успехах. Приходить на помощь – их служебный долг. А еще – пеление сердца. Возможно ли отделить профессиональные качества от личностных? Едва ли. Ведь настоящий спасатель – это тот, кто не пройдет мимо чужой беды, даже если он не на дежурстве. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Накануне профессионального праздника дня пожарной службы спасатели Брещины провели целый ряд праздничных мероприятий. Несколько десятков единиц пожарной техники, множество гостей, в том числе и зарубежных, сюрпризы от огнеборцев. И это далеко не все. Масштаб торжества ощутили брещане, побывавшие на площадках, где проходил праздник. Подробности в материале Софии Бережной. Праздник День пожарной службы Республики Беларусь особенно важен для каждого из них. Это повод встретиться с коллегами из других подразделений и товарищами из Польши, которые, в свою очередь, каждый год стараются не упускать возможности приехать и лично поздравить брестских огнеборцев. В этот день уже по традиции отмечали заслуги сотрудников МЧС. За преданность профессии спасатели области были удостойны наградами от представителей местной вертикали власти. В нынешнем году изюминкой праздника стало открытие памятной скульптурной композиции персональной скамейки пожарного. Настоящее произведение искусства появилось на площади Свободы. Место для арт-объекта было выбрано не случайно. В этом месте, где мы находимся, было создание первой пожарной команды на профессиональной основе, государственной основе в городе Бресте. И мы знаем, что этого здания скоро не будет. Оно будет снесено даже, возможно, к тысячелетию города Бреста. Поэтому хотелось бы эту историю сохранить. Каким образом? Таким, что вот самый такой нормальный, благоприятный момент в этом месте отдыха установить такую скамейку. Скульптурную композицию сразу же облюбовали брещанем. Возле объекта создалась очередь из желающих посидеть на скамейке и сделать фото на память. Помимо этого, брещанам была представлена выставка пожарно-спасательной техники, а также фотокомпозиции жизни пожарной службы. В это время на другой площадке на сцене театра эстрады начинался праздничный концерт, посвященный Дню пожарной службы и 15-летию Брестка в городском отделе по чрезвычайным ситуациям. В перерывах между музыкальными номерами на сцену поднимались за заслуженными наградами отличившиеся работники МЧС. Среди них герой наших сюжетов, отлично проявившие себя на службе. Пример этих огнеборцев – отличный стимул для нового поколения спасателей. Брестский городской отдел по чрезвычайным сегодня – это единый механизм. За 15 лет структура преобразовалась в одну из мощнейших, технически оснащенную, опирающуюся на новейшие разработки и методы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, самообучающуюся. За годы работы было сделано немало, а потому сегодня, несомненно, есть чем гордиться. За каждым из шагов становления и развития структуры стоят, конечно же, люди. В коллективе всегда трудились сильные, отважные, исполнительные, уверенные в себе представители профессии, умеющие работать в команде и моментально реагировать на чужую беду. О своих коллегах опытный руководитель и начальник Брестского городского отдела ПЧС Виталий Кулинич рассказывает с гордостью. И это говорит о многом. Коллектив Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям – это слаженный, дружный, молодой, перспективный, умный коллектив. Я им, конечно, безусловно, горжусь. Я рад, что я служу в таком коллективе. Пожары мы тушим до 30 минут все, даже крупные. И в этом году даже мы спасли уже 11 человеческих жизней. 39 человек эвакуировали на 42 пожарах, которые произошли за первое полугодие этого года. Это все достигается только грамотными действиями наших работников, той базой, которая у нас имеется, техникой, которая у нас имеется и оборудованием, которым оснащены мы. Это все позволяет нам оказывать помощь, приходить всегда на помощь и быть всегда первыми в чрезвычайной ситуации. Ордена, медали – это, конечно же, очень красиво, очень почетно. Но все-таки в каждой душе, в каждой душе спасателя есть долг. Долг перед людьми, перед нашими гражданами. София Бережная, Адуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Долгожданный праздник – День города Бреста уже не за горами. Торжественную дату брещане ждут с большим нетерпением. Организаторы праздника каждый год стараются порадовать горожан и гостей областного центра, удивить новыми интересными мероприятиями. Так, в прошлом году появилась традиция проведения городского карнавала. Идея была встречена брещанными на ура, потому и в этом году организаторы запланировали яркое действие. О том, какие сюрпризы ожидают жители и гостей Бреста в День города, узнавали наши корреспонденты. Насыщенная программа праздника города 2015 оставила приятные послевкусия у горожан. Организаторы мероприятия постарались на славу. Карнавал, читающий бульвар, многочисленные выставки, велопарад, автотуры по городу. Этим и не только запомнился День города в прошлом году. Нынешний праздник обещает быть не менее ярким. Программа обширна. Мероприятие стартует 28 июля и продолжится три дня. Пройдет совсем немного времени, и мы будем отмечать главный праздник – День города Бересте 2016. А пройдет еще немного времени, и мы будем отмечать тысячелетие Бреста. Поэтому задача организаторов праздника – сегодня уже начинать собирать самое лучшее, что есть в культуре нашего города, в организации мероприятий эксклюзивных, которые только свойственны для Бреста, их усовершенствовать, их отточить до идеального, если так возможно, и уже на тысячелетие Бреста скомпоновать все это вместе и провести мероприятие, достойного такой великой дати. 28 июля в День освобождения Бреста поздравят ветеранов. Торжественные мероприятия пройдут на площади Свободы и в Брестской крепости. Для победителей будет организован солдатский привал. Таким образом, организаторы решили воспроизвести страничку из прошлого, дать возможность освободителям Бреста вспомнить военные годы. Праздничные мероприятия не ограничатся одним днем. Уже 29 июля Брещане станут участниками фестиваля от компании «Савушкин продукт». Я не стану раскрывать все сюрпризы, но здесь будет место для хорошего общения, для семейного отдыха, для того, чтобы дети отдохнули, для того, чтобы мамы получили задор энергии и получили ответы на те вопросы, которые у них возникали. Можно будет попробовать удивительно много вкусных молочных продуктов, молочных коктейлей, будет работать молочное кафе, зона отдыха, зона «Чиллаут», молочная зона, где наши технологи раскроют секреты производства молочных продуктов. А самые любознательные наши посетители смогут в этот день посетить производственную площадку и посмотреть, как же на самом деле производятся молочные продукты и кем они производятся. Конечно, в конце всего вечера состоится удивительное мероприятие – это галоконцерт. Галоконцерт и особый специальный гость – это компания «Джейморс», которая является одним из фаворитов молодежи. В программу нынешнего праздника вошли ставшие традиционными берестейский бал, выступления городского оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Валерия Коваля, Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Женовича. Молодежь Бреста тоже не осталась в стороне. 30 июля на Гребном канале подростки проведут фестиваль «Город света». День города в нынешнем году порадует ярким карнавалом. Принять участие в мероприятии изъявили желание немало брещан. В шествии будет задействовано множество единиц техники. Завершится праздник большим концертом. Поздравят брещан с Днем города украинская певица Аня Лорак и белорусский исполнитель Петр Елфимов. В прошлом году мы опробировали некоторые формы проведения Дня города, новые формы. Что-то получилось, что-то не получилось. Но каждый год, каждый праздник городской, мы хотим наполнять какими-то новыми традициями. Поэтому я хочу призвать горожан, во-первых, просто принять участие во всех мероприятиях. Они достаточно обширны по географии, обширная и содержательная часть, довольно серьезная. Что-то получится. Надеюсь, будет удачно наш второй карнавал. Надеюсь, очень хорошо будет работать наша площадка на набережной. Это наше новое место проведения массовых мероприятий. И то, что в этом году праздник города будет немножко не похож на предыдущий праздник города, наверное, это здорово, потому что появляются новые фестивали, тот же фестиваль молока. Возможно, он тоже будет традиционным. Поэтому я хочу, чтобы наш город встретил свой день рождения, во-первых, чистым, уютным. Хочу призвать всех навести порядок у себя во дворах, во дворьях. Это нормальное состояние, когда люди готовятся к празднику. Взять с собой хорошее настроение, взять с собой членов своей семьи и радоваться, что мы живем в таком красивом, замечательном городе Бресте. Бресте 2016 приглашает брещанных гостей города на свой день рождения. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни». Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В ближайшие дни погода в Бресте обусловит область повышенного атмосферного давления и теплые, неустойчивые воздушные массы. В воскресенье в областном центре будет наблюдаться переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью 16-18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки 26 градусов. Начало рабочей недели в Бресте будет дождливым. Есть вероятность грозы, но достаточно теплым. Синоптики прогнозируют в течение недели постепенный подъем температуры. А в понедельник температурный фон составит плюс 18-20 в ночные часы и 26 градусов днем. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит. Редактор субтитров А.Семкин